В этом году экспедиция проводится в трех районах. Это первый раз за 7 лет проведения экспедиции. Мы разбили лагеря на три района Тверской области. На Ржевском районе принимают участие 368 участников поисковиков из 26 регионов. И также из стран ближнего зарубежья. Это Эстония, Белоруссия, Абхазия и Донецкая Народная Республика. Ржевская битва – это одна из самых закрытых и кровавых историй, которые только-только начинают открываться. И работы на Тверской и вообще всей земле хватит нашим внукам и нашим правнукам. Для меня это, понимаете, невысокие слова. Это просто стиль жизни. Когда человек не ради того, чтобы какая-то слава была, деньги. Просто ради того, чтобы вот кто-то, может быть, из родственников узнал, что вот его дядя, дедушка, прадедушка найден. Что он лежит не, извините, не на силосной яме, а лежит в братской могиле. Что приходят там, пускай развод, дети, ученики приносят цветы. Благодарят его за то, что он сделал для нас, для всех. Простите, пожалуйста, для меня это очень, очень трогательно. Нами движет то, что мы братство. То есть есть поисковое братство, когда вот здесь вот люди, которые друг друга не видели, встретились на данной экспедиции, не видел 20 лет друг друга, то есть 30 лет друг друга. Это так называемые ветераны поискового движения, динозавры. Поэтому нами движет идея. И не остановимся никогда. До последнего и как бы что ни было, мы будем, 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 будем. Ребята, которые боролись за светлое небо над нашими головой, они до сих пор находятся в таких условиях, не погребенные, не отдана им благодарность тем, что они не зря воевали. 22 сентября будет у нас захоронение в братскую могилу.